Здравствуйте, мамина школа открыта для вас. Ребёнок не хочет одеваться, разбрасывает вещи по дому, не складывает игрушки, вообще не слушается, и даже ремень не помогает. Что делать? Психологи советуют, попробуйте просто поговорить с ним по душам. О том, как правильно общаться с ребёнком, сегодня мы поговорим с практикующим психологом и профессором МГППУ Логиновой Галиной Павловной. Здравствуйте, Галин Павловна. Здравствуйте. Галин Павловна, давайте нашим зрителям, родителям расскажем, вообще какова роль общения для развития ребёнка? Все психологи отмечают роль общения в детском психическом развитии, начиная от зарубежных и доходя до наших отечественных психологов. Надо сказать, что вообще психологи говорят о том, что сами формы общения очень разные. И они зависят от того, в каком периоде ребёнок находится, и какие формы общения с ним использует мама. Оказывается, это научно доказано, что в первые 36 часов жизни ребёнка формируется привязанность с мамой у ребёнка. И вот начинается это общение. И благодаря этому общению он чувствует себя в безопасности, и его развитие начинается уже благополучно. Это знаете, какая форма общения? Это ведь эмоциональное общение, это энергетическое общение. Ну вот это самое главное, наверное, в этом возрасте, во младенчестве от нуля до года, когда надо, чтобы мама почаще брала ребёнка на руки, чтобы она разговаривала с ним. Почему ребёнка необходимо долго держать на руках и вообще прислонять его к материнскому сердцу? Потому что сердце у нас всегда стучит бесперебойное. И вот такое ритмичное, бесперебойное биение сердца, оно успокаивает ребёнка. Оно даёт ему ощущение, вот такое, знаете, защищённости. Безопасности. Безопасности. Следующий период психологи выделяют раннее детство, которое протекает от года до трёх лет. Когда ребёнок уже формируется и выходит на самостоятельное движение, мама в эмоционально положительном фоне начинает помогать ребёнку осваивать окружающий мир. Задача мамы как раз давать возможность ребёнку выходить на вот это предметное освоение. Но вот этот возраст от года до трёх это ещё сенситивный возраст для развития речи. И здесь, наверное, общение с мамой, с близкими людьми вообще становится первоочередной задачей родителей. Чем разнообразнее словарный запас родителей по отношению к ребёнку, тем потом будет богаче словарный запас самого ребёнка. Он как бы впитывает, вот вы и правильно сказали, это же сенситивный период, то есть впитывание, вбирание. Поэтому, конечно, разнообразные свойства предметов, объектов, они всегда должны в первую очередь описываться мамой. Это так красиво, это так здорово. И вообще, в общении нужно формировать такое, знаете, удивление перед миром. То есть такая эмоциональная открытость и эмоциональный большой репертуар. Эмоции, они ведь какие? Отрицательные, положительные. То есть может быть испуг, может быть удивление, может быть радость. И надо ребёнку задавать разные способы эмоционального реагирования. Ну вот мы поняли, что в этом возрасте сначала от нуля до года, потом от года до трёх, вот эти так психологи разделили развитие ребёнка. Преимущественно эмоциональное общение. То есть здесь главным лицом выступает мама, которая рассказывает, доносит, показывает. Эти чувства формируют у ребёнка своим примером. А следующее время – дошкольное детство, которое длится намного дольше, чем предыдущее. Оно длится с трёх лет до семи лет, до того момента, как ребёнок поступает в школу. И здесь ребёнок уже сам начинает говорить. Как раз в этот период уже такого среднего дошкольного возраста, старшего дошкольного возраста, они состоят в том, чтобы родитель давал инициативу в общении самому ребёнку. И здесь как бы у нас получается противоположная тенденция. Дело в том, что если родитель будет всё время выходить вперёд и перехватывать речевую инициативу, инициативу игровых деятельностей, то постепенно у ребёнка закладывается боязнь новизны, и он будет в большей степени отличаться реактивностью. Ну вот, например, мама постоянно опережает ребёнка в предъявлении чего-то нового. Посмотри, давай я тебе покажу, давай посмотри, как это интересно. Надо дождаться, пока ребёнок сам подойдёт к вам и скажет, мамочка, давай поиграем, это так интересно. Его предложения должны всё время опережать предложения мамы. Когда ребёнок приходит к маме и говорит, мама, посмотри, какой я куличик слепил, а мама в ответ, ой, посмотри, как ты испачкался, дай-ка я тебя отряхну. Надо же похвалить. Надо похвалить и продолжить эту тему. Да, действительно, это великолепный куличик, а ты можешь ещё такой же слепить. То есть вот подхватить эту тему. Какие ошибки родители допускают? Первый аспект неправильного общения родителей, это когда родитель не принимает ребёнка таким, какой он есть. То есть ему хочется, чтобы ребёнок был лучше? Гиперсоциально успешным. Вот это вот такая, знаете, гиперсоциализация. Ну как же, у соседей и музыкальную школу ходит, и на каток ходит, и танцами занимается, а мой такой ленивый. То есть, понимаете, вместо того, чтобы... А может, это мама ленивая, которая не ведёт на каток этого ребёнка? Нет, нет. Это, знаете, от чего может зависеть? От возможностей детской психики. Не все дети одинаковые по успешности, активности. И вот эта невнимательность, а сопоставление своего ребёнка с социально успешным ребёнком, соседей, это как раз самый неблагополучный вариант общения. Следующая ошибка состоит в том, что родители при общении вместо позиции «я» и «мой ребёнок» начинают соединять. И очень часто в общении используют понятие «мы». Дело в том, что при вот таком виде взаимодействия именно у ребёнка не формируется своё собственное «я». У мамы обязательно должно присутствовать ощущение, что передо мной новая личность. А у новой личности, личности ребёнка, должна быть я. Вообще, в педагогической практике психологи отмечают, мы детей ругаем, всем разбой, с чем хвалим. Это вот такая статистика психологическая, педагогическая. А, ну, вы сами знаете, если человеку говорят, что он свинья, то он захрюкает, да? Поэтому желательно, чтобы похвала и поощрение, и вот именно гордость за достижения детские, они могут быть микроскопическими, маленькими. Она постоянно присутствовала. Дорогие родители, давайте будем больше хвалить своих детей и замечать только положительные моменты их деятельности. Когда родители начинают давать разноплановые требования и разноплановые отношения, то из ребёнка очень быстро формируется манипулятор. Он как бы хитрит, изворачивается и пытается из этой разноплановости общения-отношения излечь от тебя пользу, выгоду. Вообще у нас в нашей западной культуре, у нас больше всего распространён вербальный способ, да, общения, коммуникации. То есть разговором, речи. Разговором, речи, да. Но вообще психологи отмечают пять языков любви к ребёнку. А знаете ли вы, что у любви есть свой язык общения? Известный психолог Гарри Чепман выделяет целых пять языков любви, которые помогут родителям проявить свою любовь к детям, а детям любить и ценить родителей. Первый язык любви – это слова одобрения. Психологи советуют больше обращать внимание на достижения ребёнка, чем на его неудачи. Если вы будете поощрять малыша, он поверит своей силой и будет стремиться к новым успехам. Следующий язык любви – это время, проведённое вместе. Играйте, гуляйте, занимайтесь с ребёнком вместе. Это поможет понять его и научит ребёнка понимать вас. Обслуживание ребёнка – это тоже язык любви. О малыше нужно заботиться всё время. Без нашей помощи он погибнет. Будьте уверены, когда ребёнок вырастет, он обязательно оценит ваши старания. Все мы знаем, как важны для ребёнка прикосновения. Объятие – четвёртый язык любви. Когда вы обнимаете ребёнка, он чувствует себя любимым и готов поделиться своей любовью. И, наконец, язык, который известен каждому родителю – язык подарков. Одни считают, что это единственный способ показать любовь. Другие стараются дать всё, о чём сами мечтали в детстве. Главное, чтобы это был не единственный язык, на котором вы говорите с ребёнком. Иначе любовь перестанет быть взаимной. Какие способы, приёмы правильного общения с ребёнком? Чтобы ребёнок понял родителей, чтобы родитель понимал своего ребёнка. Ну, вот такие бытовые советы для наших зрителей. Ну, бытовые, психологические, педагогические. Но первое, когда мы обращаемся к ребёнку и вообще даём ему какие-то, нужно объяснять ребёнку, зачем это нужно. И нужно стремиться к тому, чтобы ребёнок понял, для чего это нужно. То есть формировать детскую мотивацию, детскую смысловую индивидуальную мотивацию. Тебе для чего это нужно. Вот это самая главная рекомендация. Но, пожалуй, вторая рекомендация. Всё-таки формы обращения к ребёнку должны быть эмоционально положительными. Не надо переходить на крик, на ругань. И третья, наверное, самая главная рекомендация – это иметь такой широкий разнообразный репертуар обращения. Так, например. Ну, например, сегодня с улыбкой, со смехом, с насмешкой, потом строгим голосом. Или серьёзно, или обоснованно. Спасибо вам большое, Галина Павловна. Надеюсь, все наши родители воспользуются советами и научатся налаживать контакты со своим ребёнком. Я тоже на это рассчитываю. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. До новых встреч. Да, уметь разговаривать с ребёнком – это сложно. Ну что ж, будем учиться. А о том, как вести здоровый образ жизни, о том, можно ли отжиматься уже от пола в возрасте трёх лет, обо всём об этом мы поговорим с семьёй Белоклоковых – папой Юрой, мамой Натальей и сыном Глебом. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот расскажите. Как у вас образ жизни такой? Дело в том, что для спортивных людей это, конечно, всё знакомо. Но у нас очень много семей неспортивных, которые ведут, или, скажем так, не ведут здоровый образ жизни. Поэтому, соответственно, и дети, глядя на папу с мамой, тоже от этого далеки. И вот как раз для этих семей я и хочу поделиться нашим опытом, да, собственным опытом воспитания детей именно в спортивном. Не для спорта высоких достижений, а спор для здоровья. А просто для того, чтобы здоровый был ребёнок? Да. Спор для здоровья. Ну вот расскажите, какой у вас режим дня? Я знаю, что вы с утра просыпаетесь и уже начинаете делать зарядку, упражнения и так далее. Вот расскажите, как это происходит. Ну, перед любой зарядкой надо разогреться. То есть разогреть суставы, потому что в юном возрасте скелет хрупкий, слабенький, суставы слабенькие, хрупкие, но зато гибкие. Это большое преимущество. И вы используете эти способности ребёнка для его физического развития? Ну, конечно. Потому что когда ребёнок выполняет упражнения на гибкость в этом возрасте, потом, в дальнейшем, когда он уже подрастёт, ему намного легче будет в жизни. Потому что я по себе знаю, я хоть и спортивный ребёнок рос, но на гибкость упражнений делал, потом уже это дало себя знать в более взрослом возрасте. То есть вы, зная об особенностях строения тела, о возрастных особенностях ребёнка, вы используете эти особенности и развиваете те или иные способности, будь они там физические или какие-то, в данном случае физические способности ребёнка? Да, конечно. Ну и какие упражнения вы... Ну, упражнения абсолютно разнообразные. Дело в том, что вот ещё один такой, как бы, родители аргумент приводят, то, что вот им нет времени вводить ребёнка в какую-то секцию или ещё куда-то. Да, очень много. То есть я хочу сказать, что если вы хотите, чтобы ребёнок ваш развивался физически, то никакая секция, в общем-то, и не нужна. Конечно, секция нужна, но секция обычно начинается в 6-8 лет, как правило. А до этого надо дома заниматься с ребёнком. И лучше заниматься каждый день, конечно. Наталья, расскажите, это был инициатор папы, и как вы согласились, как вы это приняли? Или вы тоже такая спортивная? То есть вот кто вообще предложил в семье вот такой вести здоровый образ жизни? Ну, вы знаете, я тоже достаточно спортивная дама, и, в общем-то, до 17 лет я была в большом спорте. Я занималась очень, вернее, ну, с самого детства я занималась очень многими видами спорта. И я, конечно, целиком и полностью поддерживала нашего папу, который, конечно, инициатором был он. В том, что Глеб начнёт заниматься, и именно это будут первоначально именно домашние занятия. С тем, чтобы, придя в секцию, он уже не выглядел новичком на фоне всех остальных детей, а именно был спортивно подготовлен. Подготовлен, чтобы ему уже легче было войти и даже контакт установить с тем же преподавателем. Конечно, конечно. Он себя почувствует уже увереннее, потому что что-то он уже умеет и чувствует в себе силы. Да, даже на том же самом фоне соревнований он просто покажет именно то упражнение, которое он сможет сделать полноценно. Глебушка, расскажи, как ты занимаешься? Тебе нравится заниматься? Да. Расскажи, что ты делаешь? Подтягиваюсь. Подтягиваешься? О, ты такой сильный мальчик! Ну, иди сюда, покажи нам, какие ты упражнения делаешь. Пистолет покажи. Сейчас будет показано упражнение «Ходьба гусиным шагом». Обычно оно выполняется после разогревочного бега. То есть зарядка начинается с легкого бега трусой, минут пять ребенок побегает по комнате, потом уже начинает выполнять упражнение, где мышцы ног более загружены. После этой «Ходьбы гусиным шагом» наклоны, сидя на полу, затем можно переходить к балансировочному упражнению. Вот сейчас будет показано упражнение «Балансировка». Это хорошая тренировка вестибулярного аппарата и устойчивости, потому что многие дети часто падают на ровном месте, есть такое понятие. Вот как раз эти упражнения, которые сейчас будут показаны, они защищают ребенка от этой напасти. После балансировки выполняется по 10 раз на каждой ноге. Ну, держится секунд 5-10 каждая нога. Затем аналогичное упражнение выполняется – это пистолет. То же самое, по 10 раз на каждой ноге, и тоже каждая нога держится в воздухе секунд по 10. Вот. Затем хорошее упражнение, которое, кстати, дает разгрузку позвоночника, оно полезно и не только детям, и взрослым – это «Ходьба на руках», вернее, на четырех конечностях. Ходить можно по комнате, по периметру, из комнаты в комнату, как угодно. Главное, чтобы вы этим занимались, ну, хотя бы минуты 3 в общей сложности за одну зарядку. Затем стандартное базовое упражнение, которое должен делать каждый ребенок, оно входит, кстати, в школьную программу – это отжимания от пола. Ну, в возрасте 3 года, конечно, больше 5 отжиманий я бы не рекомендовал. 3,5, соответственно, к 3,5 лет – 10, к 4 – 15, и так потихонечку наращивать количество отжиманий. Вот это те самые стандартные базовые упражнения, которые, в общем-то, должен делать каждый ребенок. Самое главное, здесь принцип «не навреди», потому что в 3, в 4, в 5, в 6 лет, и, как я уже говорил, скелет ребенка, он очень слабенький, и, естественно, никаких тяжестей, никаких гантелей, штанг и так далее. Все упражнения с собственным весом. Если вы всерьез задумались о здоровье и развитии вашего ребенка, вам стоит отдать его в спортивную секцию. Сегодня в спорт берут почти с пеленок, ведь чтобы стать чемпионом, нужно время. Как известно, спорт извивает, дисциплинирует, укрепляет здоровье, поэтому занятия в спортивной секции пойдут вашему ребенку только на пользу. Если вашему малышу еще нет 4 лет, то выбирайте студии спортивно-эстетического воспитания. Здесь принимают детишек от 2 лет. С малышами занимаются гимнастикой, лечебной физкультурой, танцами. Профессиональных спортсменов в таких студиях не готовят. Все занятия для общего развития. Для общего развития полезны также занятия плаванием. Набор в группы осуществляется от 2,5 лет. Плавание отлично укрепляет мышцы, поддерживает тело в тонусе, помогает ребенку физически крепнуть и развиваться. Дети постарше могут заниматься водным полом или другими видами спорта в бассейне. Ну а если любовь к воде очень велика, добро пожаловать в парусный спорт. Занятия проводят с детьми от 7 лет и старше. Еще один популярный вид спорта – фигурное катание. Встать на коньки позволят ребенку с 4-4,5 лет. Здесь главное правильно подобрать спортивную школу, где будет заниматься ваш малыш. Занятие фигурным катанием – один из травмоопасных видов спорта. И поэтому очень важно, чтобы с детьми занимался профессионал. Первое, чему учат детей – это падать. Так, чтобы они получали как можно меньше повреждений. Если даже ваш ребенок в будущем не станет мастером спорта, вы не отчаиваетесь. Все равно фигурное катание очень полезно. Развивает очень многие группы мышц. И вы получите массу удовольствия со своим ребенком. Занимайтесь фигурным катанием. Если же лед не по душе, можно заняться борьбой. Какой вид искусств выбирать – решать вам и ребенку. Занятие карате можно начинать лет с 6-7. Ушу – с 5-6. Все зависит от секции. Восточные единоборства научат ребенка не только давать сдачу и побеждать в драке. Они научат, как в большинстве случаев, избежать поединка и решить дело миром. Занятие укрепляют и тело, и дух. Обычно в таких секциях строгая дисциплина. Это очень важно для формирования личности ребенка. Еще очень полезны классические танцы. Занятие хореографией требует усилий и терпения. Еще они прекрасно укрепляют мышечный корсет, развивают гибкость, пластику, координацию. Помимо пользы телу, это еще и творческие номера, актерские постановки и умение работать в коллективе. Хореографией можно начать заниматься с 5 лет. Сегодня чаще всего родители отдают детей в теннисную секцию. Детишек принимают с 6-7 лет. Не стоит заставлять малыша заниматься спортом, если ему это не по душе. Но если ребенок полюбит теннис, он будет стараться. Любой вид спорта поможет вашему ребенку развить те или иные качества. И любой вид спорта сумеет развить главное – умение общаться с людьми, работать в коллективе и достигать своих целей. Дети, которые физически выносливые, они чувствуют себя и в любом детском коллективе, и в классе, и в детском саду уверенно, во-первых. Во-вторых, у них хорошая осанка. Они не дают себя в обиду. Они никогда не станут забитыми в детском коллективе, как это у нас иногда случается. То есть физическое развитие в раннем возрасте помогает социализироваться уже в более старшем возрасте, когда ребенок уже идет в сад, в школу. Он может просто даже элементарно ответить и сдать сдачу. Безусловно. И не забиться, не закрыться. Это очень важно. По крайней мере, чувствовать себя уверенным человеком. Он себя чувствует уверенно в коллективе, он абсолютно спокоен за себя. И все чувствуют его уверенность, и к нему уже отношение другое от сверстников. Его воспринимают по-другому. А как вы закаливаете ребенка? Ну, для начала я решил сам попробовать. Я взял и просто начал делать контрастный душ. Каждый день после работы. То есть кориентировать стали на себе? Три, четыре, пять минут горячей воды, потом несколько секунд ледяной, холодной. Все, месяц прошло. У меня все нормально. Прекрасно себя чувствую. Я, естественно, начал точно так же делать. Без всякой подготовки. Просто, ну, когда сама горячая вода, это уже есть подготовка организма. Несколько секунд холодной воды здесь сперва пищали, конечно, потом понравилось. Но, опять-таки, здесь нужна сила воли родителя. И я о результатах могу сказать сейчас. Закалка детская, да, она дает себя знать. Уже простунных заболеваний нет таких, какие они. И нет таких болезней, через которые я, допустим, свое время прошел. Наталья, а вы сами занимаетесь вместе с папой и с Глебом? Папа, я так поняла, своим примером каждое утро показывает. Да, обязательно. Я просто делаю это в другое время, потому что мне больше подходит вторая половина дня. А всю первую половину дня я методично помогаю папе, слежу за тем, чтобы выполнены были те или иные упражнения. Глеб при выполнении занятий у нас обязательно отдыхает. То есть это может растянуться даже и на 2 часа зарядка утренняя, но зато все это время он не напрягается, он не перестает заниматься какими-то любимыми делами. То есть он вместе с теми же солдатиками, вместе с теми же машинками, он сидит и выполняет те же самые упражнения. И даже солдатики у вас дома выполняют упражнения. Да, бывает. Встать лечь, да? Именно поэтому у нас все солдатики движутся. Ну, я так смотрю, у вас дисциплинированная семья. Контроль необходим. Он любому ребенку... То есть вы держите в ежевых рукавицах. Любой ребенок, как любой человек, способен к саморасслаблению, к саморазгрузке. Поэтому ребенка, естественно, надо держать в каком-то фарватере. Если не держать, он будет весь день смотреть телевизор, играть в Денди и кушать конфеты. То есть разумная жесткость, она, конечно, не значит. Ну, естественно. Ну что ж, спасибо вам большое. Желаем вам достижений, закаливаться, развиваться и радовать маму с папой. Да, Глеб? Расти здоровыми. Спасибо большое. Да. Присылайте свои сообщения на электронный адрес и по почте. Я обязательно отвечу на них. Заходите на форум, там обсуждаются интересные вещи. И помните, воспитание ребенка – это прежде всего воспитание родителя. Попробуйте сначала сами делать зарядку и закаливаться. Ребенок потянется, и вы будете здоровы и сильны. С вами была Наталья Полетаева. Счастливой вам семейной жизни и до новых встреч.